всем привет друзья с вами халин ши и сегодня будет видео рассуждение а мои наблюдения по поводу инстаграма знаю что очень много мне писали вопросов по поводу как раскрутить инстаграм для чего нужен художнику инстаграм и в целом конечно у меня уже есть давно сформированная позиция по этому вопросу я просто вам изложу мою мысль и расскажу на примерах для чего нужен инстаграм художник перед тем как начать очень буду рада если вы будете подписываться на мой канал и ставить лайки и писать комментарии потому что это очень хорошо продвигает видео так как вы многие мне пишите что видео у меня очень полезные было бы хорошо чтобы их видели как больше можно больше людей и так он кстати вы спрашивали я у вас прошу какой цветок следующий будет вот сегодня я буду писать вот такой красивенький цветок амарилис он как раз уже расцвел как надо два цветка и 3 полу открытые это вот как раз та композиция которая присутствует на всех остальных цветах которые я рисовала если вы заметили там практически три цветка везде в общем вот такую красоту буду сегодня рисовать холст купила вчера и готова а еще у меня здесь нарциссы такую весну я хочу и тюльпаны скоро жесть я отвлеклась начинаем я не буду говорить как раскрутить инстаграм у меня есть это видео но актуальности своей не поменяла более того скажу что все эти процессы которые были три года назад они до сих пор работают и поэтому если хотите посмотреть это видео и найдите для себя полезность в нем а что касается вообще для чего нужен инстаграм художник я говорю про инстаграм потому что для меня эта платформа на которой я постоянно нахожусь и я ее развиваю и с ней работаю поэтому мне легче приводить пример инстаграм но в целом вы можете отнести эту информацию к любой другой соцсети фэй будь то это фейсбук вконтакте одноклассники твиттеры тик токи youtube и везде если у вас есть какие-то соцсети в ваше присутствие в них как художник очень важно потому что художник без соцсетей в принципе не находимый так как художников очень много и творцов которые делают создают очень классные вещи но если их нет в присутствии в соцсетях то к сожалению такие художники будут работать скорее всего на узкую аудиторию на аудиторию как я называю семейную семейную это не только близкие родные это еще друзья которые вошли в круг вашего общения да но локального рынка не произойдет есть конечно вы незаслуженный художник который работает с галереями но опять же как сейчас диктует нам мир и рынок то даже у такого художника должен быть инстаграм да не зря ников сафронов у нас тоже имеет инстаграм хотя он не очень активен но тем не менее и так активность в инстаграме к чему она приводит и для чего она нужна для меня инстаграм это как платформа первостепенная где я могу показать себя свое творчество и заявить о себе о своих намерениях о своих желаниях целях и в целом о том что я делаю это такое некое сообщество людей где мы делимся тем что у нас есть чем мы хотим делиться до что у нас накопилось и чем мы можем быть полезно инстаграм как и другие соцсети это конечно же социум очень важно быть в социуме очень важно быть в общении в диалоге более того инстаграм показал что он собрал сейчас как и pinterest огромное количество творческих людей которые друг друга вдохновляют дают новые впечатления возможности и что самое очень важно для того чтобы стать продаваемым художником это как говорит спинок да когда вы смотрите аккаунты других художников которые творят каждый день и показывать свою работу и вы так заряжаетесь этой энергии думаете так мне тоже надо это очень хорошо такая активность и так далее приведу пример последний который произошел недавно это касается галереи непосредственно много говорила в своих видео в прямых эфирах о том что если вы подписывайтесь на зарубежные галереи на галереи в которых вы выставляетесь или хотите выставляться на именитых художников на известных известные аукционы вы это не делаете просто так то есть подписался и как бы забыл очень важно быть активными в этих в этих аккаунтах всем недавно такой случай который меня очень сильно порадовал и я хочу поделиться с вами как это работает когда я говорю что вы должны помимо того что подписаться на саачи на сингул арт-мажор там арт-файндер вы еще должны конечно лайкать публикации отмечать этим галереи профилях с в сторисах своих то есть проводить какую-то активность конечно не навязанную такую каждый день там молиться на эти галереи пчелом биться о пол и говорить какие они великолепны нет все должно быть в меру красиво более того когда вы комментируете даже посты они должны быть с посылом относящимся к вам лично не просто там ой супер картинка ну-ка это такие как больше рассматривается как боты боты комментарии надо как-то красиво описать то что вас вам очень понравилась эта картина что вы заряжаете синергия потому что вы современный художник для вас очень важно вы показываете такую красоту и делитесь с нами понимаете дачу и вот мне пишет недавно девушка я за нее безумно рада присылает мне скрин и говорит елена вы не знаете это действительно куратор сингул арт не могу точно сказать потому что бывают копируют профили один в один поэтому тут как бы честно надо разбирать зайдите в профиль посмотрите насколько действительно геолокации работы действительно ли это представитель сингул арт и после чего мне девушка пишет о том что она не представляет она находится в такой эйфории под впечатлением ей она пролайкала пост картину я не знаю что она пролайкала у этой девушки куратора сингул арта и ей написал этот куратор в личку о том что здравствуйте если вы еще не представлены в нашей галерее то мы предлагаем вам зарегистрироваться и прямых готовы представлять вас наши галереи понимаете что это происходит то есть мы можем полгода год собираться с мыслью чтобы написать письма составить резюме провести выставки сделать какие-то усилия достаточно большие до чтобы нас приняли в эту галерею или по крайней мере попробовать подать заявку а здесь всего один лайк один лайк обратил внимание на самого куратора и он приглашает художника галерею без всяких прохождений вот этих вот мероприятий просто заходите регистрируйтесь мы готовы вас продавать то же самое происходит сачи я знаю много таких случаев когда художники отмечали свои работы в stories в посте именно галереи и таким образом их замечали крупные галереи это не только галерея онлайн это галереи обычные которые физически продают аукционы это галереи выставки где проводят выставку вот так это работает это должно так работать потому что если вы не будете активны то о вас мало кто узнает более того когда вы начинаете уже состоять в каких-то галереях вы тоже должны быть активны все сидят соцсетях все галереи находятся в соцсетях и они такие же активны потому что я по себе знал как я часто лайкаю посты и сингулар и пишу комментарии и они мне отвечают и на stories мой там сердечками комментариями это активность проявления внимания для художника во первых это очень важно это тоже мотивация это тот же стимул к работе что вас каким-то образом выделили отметили каждые такие маленькие шажочки они дают вам вдохновение и на гораздо больше больше работы я считаю что вы должны использовать по максимально свои профили быстренько давайте скажу о том если у вас нету инстаграма или каких-то других соцсетей с чего начать сейчас вы прослушаете домой и мое видео сразу побежите регистрироваться до где-нибудь этого не стоит делать потому что вы должны зайти в такие соцсети с уже готовой информации большая огромная ошибка когда я много наблюдаю таких профилей многие мне пишут то елена здравствуйте я зарегистрировалась и пишу вам первому это очень не радует но я захожу обязательно в этот профиль и смотрю и понимаю что одна фотография причем фотография вот так вот как на пас профиле написано художник фотография на паспорт 0 подписчиков 3 подписки все такие аккаунты это уже сразу изначально не аккаунт он не интересен чтобы зайти в соцсети как минимум начать показывать себя вы должны 9 как минимум девять фотографий подготовить описание к этим фотографиям приготовить профиль поработать на профиль смотрите я не буду рассказывать как это должно выглядеть в интернете очень много курсов очень много видео да заходите в профили известных или тех художников которые вам нравятся и смотрите как все у них там организовано и берите то что вам нравится но когда к вам заходят в аккаунт который вы только создали и у вас там всего одна фотография и естественно никто не подпишется поэтому годами так может быть что по одному два подписчика у вас будет поэтому обязательно подготовьте информацию перед тем как регистрироваться если вы художник у вас скорее всего очень много уже работ который как минимум девять точно есть который вы можете сфотографировать можете себя не выставлять можете выставлять только картины если вы находитесь в каких-то галереях обязательно отмечайте их чтобы они увидели но профиль должен быть сформированы изначально и на данном этапе набирает большое такое от большие обороты это рилсы то есть это раньше были stories до когда они только начинали stories прям зажгли инстаграм то сейчас это рилсы коротенькие видео видео процесса и одни из на третьем месте по статистике это у нас творчество все что касается искусства рисования творческих процессов каких-то лет и может быть и вышивание и вязание но все это хорошо заходит коротенькие видео сняты на телефон процесс работы и конечно же последнее что я посоветую это постоянство в работе нельзя за не регистрировать аккаунт выставить 9 тех же работы на этом забыть на месяц на два на три так не работает инстаграм этом как ваша визитная карточка портфолио который постоянно требует обновления и показа того что вы трудитесь что вы есть что вы работаете что вы там не пропадаете на 5-10 лет и потом ни с чем появляетесь в общем запоминайте это пробуйте и я вам еще раз хочу сказать что если вы будете активными то это активность вам воздастся как минимум интересом аудитории у вас появятся ваши поклонники у вас появятся почитатели любители конечно хейтеры тоже появится но куда без них мне кажется это уже явно без них никуда вот ну и конечно есть люди которые вам подсказывают и таких гораздо больше которые направляют вас которые тактичные и могут вам помочь в реализации ваших планах вы можете что-то не заметить до кому-то со стороны будет виднее прислушивайтесь присматривайтесь приглядываетесь и обязательно вас все получится будьте активны год тигра у меня кстати новая картина тигра кто не знает посмотрите манифест этой картины которую я опубликовала в инстаграме призыв все воспользоваться услугами художников и украшать свои дома исключительно с произведением искусства а не какими-нибудь шкурками животных потому что я считаю что настолько мир сейчас многообразен и можно себе позволить купить картину которая будет напоминать узор тигренка нежели не буду даже тем такая сложная неприятная когда люди украшают чучелами свои дома мне кажется это это отвратительно поэтому присмотритесь приглядитесь рисуйте анимали животных год тигра способствует тому что мы будем вносить художники в массы именно искусство и изобразительное изображение животных на холстах ну что с вами была хелен ши спасибо что вы есть подписывайтесь на мой канал и до новых встреч скоро покажу вам новую картину пока пока